МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, дорогие слушатели! Тема нашей сегодняшней лекции – роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Мы разберем одно из самых интересных и талантливых произведений литературы XX века. Покажем сюжетные линии романа, поговорим о его героях и связи с исторической ситуацией в России начала века, становлением нового государства, порождением новых отношений и переплетением судеб и времен друг с другом. Времена меняются, но остаются вечными любовь, вера и порядочность. Сегодня мы рассмотрим следующие вопросы. «Мастер и Маргарита» – жанр и содержание произведения. История любви, контрасты в романе, воланд и Иешуа, вечный приют и прощение. Фантастический роман Михаила Булгакова. Роман Булгакова «Мастер и Маргарита» по праву считается одним из шедевров литературы XX века. Это произведение, которое относится к вечным, наряду с такими книгами, как Библия, Фауст Гёте и некоторыми другими. В них ставятся философские вопросы, обсуждаются вечные проблемы жизни, смерти, любви. Жанр произведения был определен в свое время самим автором, как фантастический роман. Рядом с этим указанием следовал целый список возможных названий романа. Великий канцлер, сатана, вот и я, шляпа с пером, черный богослов, он появился подкова иностранца. Этот список сам по себе уже указывает на то, что главным героем произведения должен был стать Воланд, сатана, появившийся в Москве со своей свитой. И это не просто сатана, а всемогущий субъект, противопоставляющий свое действительное могущество мелким и ничтожным по сравнению с ним действующим в реальной жизни официальным лицам – Берлиозу, Лиходееву, Магарычу, Павианову и многим другим. Образы сатаны и Христа необходимы были Булгакову, чтобы показать, какой мелкой является реальная жизнь авторитетных лиц по сравнению с абсолютной истиной и верой. И истина тоже имеет две стороны – истина Воланта и Ганоцри – прообраз Христа. Со временем в романе появились другие герои – мастер, талантливый писатель, попытавшийся работать в период диктатуры и его подруга Маргарита. Жизнь и судьба этих героев в произведении оказывается связанной с историей Христа, со встречей со святой сатаны, с будущим, дарованным им покоем. Дом, как убежище и тайный приют. Дом может оказаться весьма сомнительным приютом для его жильцов. Так Лотман, анализируя образ дома в статье «Дом в мастере Маргарите», вводит понятие «антидом» с его главной характерной чертой. Из такого рода домов бесследно исчезают жильцы. Идеальным примером антидома в романе «Мастер и Маргарита» служит, с точки зрения Лотмана, коммунальная квартира – распространенная форма жилья в Советском Союзе и в России. Коммунальная квартира практически лишает человека личного пространства, поскольку вся жизнь происходит на виду у соседей. Общая кухня, общие разговоры, тонкие стены, незаглушающие разговоры, бесконечный шум и крики детей в общем коридоре. В такой обстановке нет возможности отгородиться от внешнего мира, нормально отдохнуть и насладиться покоем своего маленького космоса. Но даже в таком обществе людей, испорченных квартирным вопросом, предателей, лгунов, богоненавистников, все же можно встретить настоящие, искренние человеческие чувства. Настоящую любовь, преданность, верность – примером тому служит история любви безымянного талантливого писателя, который известен нам как мастер, и его подруги, и верной спутницы, любовницы и тайной жены Маргариты. Отношения мастера и Маргариты покрыты тайной для окружающих. Маргарита никогда не говорила мужу о своей связи с другим мужчиной. Даже в прощальном письме она не раскрыла причину своего ухода. Она была тайной женой мастера, втайне навещала его, даже своей горничной Наташи она не раскрыла душу. А рассказывая о своей любви Ивану Бездомному, мастер также не выдает ее имени. Большую часть времени влюбленную проводят в подвальчике мастера, отгородившись от всего мира. В тайном приюте они наслаждались особой атмосферой духовной близости. Мастер спокойно сочинял роман о Понтии Пилате, а Маргарита готовила ему завтрак, убирала комнаты, перечитывала написанное им или занималась рукоделием. Редко посещаемый посторонними людьми, подвальчик является оторванным от мира с замкнутым пространством, защищающим влюбленных от грозы, символа угрозы со стороны внешнего мира. И полутемный свет в подвальчике как нельзя лучше подчеркивает таинственность их отношений, которые не видны при свете и оттого никому неизвестны. Подвальчик стал крепостью их любви, убежищем, их уютным жильем, которое автор ласково называет «подвальчик», несмотря на то, что речь идет о подвале дома, который, по идее, не должен быть пригодным для постоянного проживания. Сам же особняк, в подвале которого находится тайный приют мастера и Маргариты, тоже оказывается стареньким. Мебель и убранство – все старое. Иван бездомный в своем воображении может видеть картину, которую рисует ему мастер, рассказывая свою историю. В подвальчике мастера старая мебель, как и весь дом, говорит о материальном неблагополучии. Надо сказать, что мастер выиграл 100 тысяч, и у него было достаточно денег купить себе дорогую мебель и поселиться в роскошной квартире. Но вместо этого он истратил деньги на покупку книг. Книги – вот что самое дорогое и ценное в этом приюте. Полки с книгами свидетельствуют об интимности культурной духовности мастера. Он равнодушен к миру вещей, его влечет творчество, мир не материальный, а духовный. В своем оторванном от внешнего мира доме он может спокойно творить, и здесь же развиваются его отношения с Маргаритой. И творчество, и настоящая любовь – все происходит в подвале, подземелье, пространство которого противостоит наземному внешнему миру, прежде всего, дому Грибоедова, где люди, проживая бездуховную, бесстыдную, пустую, полную лжи жизнь, жаждут благополучия, лучших жилищ и сытной еды, не понимая ценности настоящей любви. Контрасты миров, контрасты времен Булгаков создает контраст с двух миров – подземного и земного. Это контраст истинного у мастера и ложного творчества у членов Масолита. Настоящей любви и полового влечения немало москвичей и писателей имеют любовников или любовниц. Духовного богатства и материального благосостояния, тепла и холода. В печке у мастера всегда не просто горел, а пылал огонь. Три самых важных момента, происходящих в подвале, всегда сопровождает дождь на улице. Мастер писал роман и ел картошку с любимой женщиной. Он читал злую статью Латунского о романе, пошатнувшую его здоровье. И, наконец, совсем разбитый и очень больной, мастер бросил рукопись в печку. Здесь же показывается противоречие скромной печеной картофель и роскошной еды в ресторане дома Масолита. У настоящего именимых литераторов. Еще несколько контрастов показаны в романе «Мира прошлого и нынешнего», «Контраст времен» и «Контраст городов». Страшный месяц Ниссан, Вершалаиме, время казни Христа и не менее страшный, страшный период жизни Москвы и ее жителей. Сословная и социальная иерархия, законное подчинение силы и сильным мира сего. Пилат и его слуги, Воланд и его свита, чиновники и их подчиненные, авторитетные литераторы и их менее удачливые собратья. И венец всему – бал у сатаны, где все оказывается более-менее равным. Убийцы и предатели, мошенники и разбойники. Многие из присутствующих на балу когда-то были значительными влиятельными людьми, вершителями человеческих судеб, правителями. Но ничто не вечно в этом мире, которым руководит высшая сила. При встрече с ней, при осознании ничтожности, пустой возни и борьбы за ложные идеалы, герои по-разному начинают воспринимать окружающий мир со всеми его ценностями. Якудышний поэт-бездомный становится хорошим историком. Красавица-служанка Наташа предпочитает добровольный уход из этого мира в иной, более интересный и насыщенный для него. В нем она встречает своего избранника на балу Воланда. Знаменитый конферансье Москвы Жорж Бенгальский перестает шутить, бросает свою профессию и живет в уединении. И так далее. Сгорает дом Грибоедова, как символ ушедшего времени, эпохи. Мы знаем, что на его месте будет построено нечто лучшее и значительное. Временный приют и вечный приют. Приют мастера в подвале также недолговечен. Счастье закончилось завершением романа. Литературная травля привела к болезни мастера и породила множество страхов. Способные ранее защитить мастера и его тайную жену от грозы, теперь приют не может спасти его от страшной осенней тьмы, символа темных сил московского литературного мира. Негорящей ночью свет, спать мне пришлось с огнем. Незакрытое окно, оно было закрыто. Не могли помешать тьме, принявшись в воображение больного мастера облик спрута с очень длинными и холодными щупальцами проникнуть в жилище. Приют полностью потерял защитную функцию и, перестав быть приютом, превратился, по словам Лотмана, в жаркий подвал, который не только был не способен защитить своего обитателя, но и стал причиной доноса, источником зла. Кажется невероятным, но, тем не менее, это факт. Жажда завладеть квартирой стала причиной доноса Аллоизия Магарыча на мастера. Именно зло, исходящее от человека, осквернило духовную чистоту подвальчика, превратило его в антидом. В таком мрачном антидоме нет уже места для жизни. Вернувшись в подвальчик с помощью Воланда и его свиты, мастер и Маргарита не смогли бы в нем выжить. Это уже не живое жилье, убежище и защита для его жильцов, но мертвое пространство, которое задушит его обитателя. Таким образом, судьба тайного приюта недолговечна. В конце концов, он или пустеет, или умирает. В нем невозможные прочные семейные отношения. Он создан лишь для тайных любовных связей, скоротечного счастья. Мир, любовь, творчество и сама жизнь заканчиваются в нем слишком быстро. Мир вокруг порочен, несовершенен и нестабилен. Это непременно повлияет на живущих в нем. За какими стенами они бы не скрывались, фатализм автора, получившего относительную творческую свободу, только благодаря смертельной болезни. Булгаков пишет свой эпохальный роман, находясь при смерти, и именно смерть делает его абсолютно свободным от власти и цензуры. Более того, в романе слышится постоянный призыв смерти. «О Боги, яду мне, яду!» Она воспевается как избавительница от боли физической и душевной. Невозможно читать это произведение и не вспоминать его автора, прикованного болезнью к постели, находящегося на пути в иной вечный мир, которого он не страшится, который ждет его и представляется им как вечный приют. Подвальчик мастера выступает антитезой вечному приюту, где люди обретают семью, покой и счастье. В такой приют с радостью отправляется мастер, а с ним и его вечная спутница и жена Маргарита. Потому что те, кто любят, должны разделять участь того, кого они любят. В том мире верный пес Банго повсюду сопровождает своего хозяина Понтия Пилата. И мы понимаем, что прокуратор был наказан, но не обречен одиночеством. Рядом находилось верное, любимое им существо. Мир милосерден, щедр для всех, кто открыт любому проявлению любви. Все будет правильно, на этом построен мир. Фатализм автора параллелен его космическому оптимизму, верив в правильную организацию этого мира, его развитие, а значит и будущее. Воланд и Иешуа. Необыкновенно интересными и спорными являются и два образа из потустороннего мира – Воланд и Иешуа. Здесь надо сказать, что изначально Воланд заявлен как власть и сила. Вечная движущая единица, как бы вершитель судьб мироздания. Именно ему и его свете приходится разбираться со всеми интригами, происшествиями, судьбами отдельных героев и целых организаций и выносить решения, которые никогда не бывают положительным для подлецов, трусов и негодяев. С одной стороны, это нечистая сила, которая, как известно, поощряет такого рода людей. С другой стороны, это вечный закон мироздания и подлость. Предательства не могут победить. Не случайно роман начинается знаменитой гетовской цитатой из Фауста. «Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Кажется странным, что Иешуа Христос, олицетворение Бога, обращается к Воланду с просьбой помочь мастеру и Маргарите и вообще сам не вмешивается ни в какие земные процессы, оставаясь как бы в стороне наблюдателем всего происходящего. Понятно, что тому образу, которым представляет Христа автор произведения и не доходит, не подобает быть вершителем и судьей, он милосерден ко всем, и мы это прекрасно понимаем. Ему жаль было своего предателя, доброго человека Иуду, жаль разбойника, принимающего муки рядом с ним на столбе, жаль истязателя Марка Крысобоя, жаль всех таких слабых по натуре добрых людей, которых испортила жизненная ситуация, в которую они попали. Мы понимаем, это и есть в представлении автора сам Господь, всепрощающий, милосердный, понимающий тебя и принимающий со всеми твоими недостатками. Он берет тебя в свет или просит для тебя покоя, как попросил его для мастера и Маргариты. Поскольку они не заслужили света, он им не нужен, а нужен, как настрадавшимся в жизни, просто покой. Прощение и вечный приют Вечный приют и вечный дом – вот что получают главные герои произведения, вот то, о чем мечтает сам автор, а возможно и каждый из нас, задумываясь о будущем и вечности. И очень важно принять эту вечность, будучи для нее свободным, то есть не обремененным никакой тяжестью, грехом, который лишает тебя покоя в той жизни, образ Фриды, умоляющий не напоминать ей о загробном мире и о ее грехе, то есть дать ее душе покой. Интересно и то, что единственный ребенок в романе – это маленький мальчик, который испугался грозы и которого успокоила и убаюкала Маргарита в образе ведьмы, случайно залетевшая к нему в окно. Детей в романе словно ни у кого нет и быть не может, все как бы лишены возможности их иметь. Возможно, и это становится одной из главных причин несчастной жизни богатой и благополучной в материальном плане Маргариты. Последняя глава книги носит название «Прощение и вечный приют». Обратим внимание на первое слово – прощение, а не прощание, хотя герои прощаются с Москвой, со старой жизнью, с Иваном Бездомным. Главная идея – это прощение героя романа «Мастера», прокуратора Понтия Пилата, который оказывается свободным, свободным через 12 тысяч лун, получившим право осуществить свою мечту, поговорить с Иешуа и убедиться, что тот не таит на него зла, что его простили, что он уже ни в чем не виноват. И в эпилогии романа бывший поэт Иван Бездомный, ныне историк, на Пасху в полнолуние видит один и тот же сон встречу Иешуа и Понтия Пилата и их разговоры друг с другом, прощение, получаемое прокуратором от его доброго и вечно молодого спутника. Все кончается. Этими словами успокаивает Ивана Николаевича, пришедшие к нему во сне мастер и Маргарита. И он спит счастливым сном, чтобы проснуться здоровым и спокойным человеком. Итак, мы изучили тему роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Это произведение по праву считается одним из шедевров русской и мировой литературы XX века. Это произведение, которое относится к вечным, наряду с такими книгами, как Библия, Фауст, Гёте и некоторыми другими. В них ставятся философские вопросы, обсуждаются вечные проблемы жизни, смерти, любви. Читая такого рода книги, мы задумываемся над смыслом жизни, над ее сущностью и над тем, что означает вечность для писателя этого необыкновенного произведения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова